Unreal Tournament 3 Если вы начинающий фанат экономических симуляторов, эта игра для вас! Но только в качестве разминки перед дальнейшими свершениями! Бейнкиллер Передозировка! 40 уникальных монстров, 6 видов магического оружия, плюс свежая колодка карт Таро! Всё это в приключениях свихнувшегося демона Беляла! Hellgate London! Лондон лежит в руинах, по улицам разгуливают ожившие мертвецы и доедают последних Шонов и Эшей! Такие последствия ощутил на себе британская корона после открытия порталов Ад! Алоха, братья мои геймеры! С вами снова Фак и я Андрей Воробей! Фак — это компас в мире компьютерных игр! Из нашей программы вы узнаете последние новости игровой индустрии и услышите ответы на вопросы по прохождению! Итак, переходим к делу! Серия Unreal Tournament по праву считается одним из лидеров жанра мультиплеерных шутеров от первого лица, наряду с Counter-Strike, Quake и Battlefield. В свете обновлений последних двух, появление Unreal Tournament 3 выглядит вполне закономерно. Появившаяся игра имеет все шансы занять подсчетное место в пантеоне киберспортивных дисциплин. Игру ждали аж с 2005 года. И вот, наконец-таки, дождались! Встречайте! Встречайте! Аккурат до 2002 года. Потом появилось Unreal Tournament 2003. Разработчики подумали немного и огорошили публику вестью о том, что теперь новые серии будут выходить буквально каждый год. Игроки от такого смелого решения немножко опешили. Но к этому времени на прилавках уже появился Unreal Tournament 2004. Однако темп сериала сбавил и Unreal Tournament 2007. Появился только в конце этого года. Минимальные системные требования к кред таковы. Pentium 4, 3 ГГц, 2 ГБ оперативки, 512 ГБ видео и 4 ГБ на винчестере. С игровыми режимами все просто. Изобретается нечто новое здесь очень и очень редко. Так что в основном нас ждут старые, довольно знакомые забавы. Особое внимание в этот раз разработчики уделяют режиму On Slough. Сражение за позицией на манер батаре. Управление воздушной техникой серьезно переработали. Появилось целых два новых истребителя. А старые модели перенесли глубокую модернизацию. В остальном же перед нами все тот же Unreal. Четверка за геймплей. Графика — главный козырь новой серии Unreal Tournament. Ведь в груди у нее бьется пламенный мотор под названием Unreal Engine. Когда на экране появляются боевые машины, действие начинает напоминать фантастические фильмы. Однако и требования к игре растут пропорционально разрешению экрана. Дает о себе знать и сетевая направленность игры. 5 баллов за графическое оформление. Со звуком полный порядок, но никаких революций. Музыка именно такая, какой должна быть стремительная и забойная. Спецэффекты тоже все на месте. Привычный комплект поддержки TeamSpeak прилагается. Пятерка за звуковое сопровождение. Несмотря на все перечисленные фишки, ситуация может оказаться катастрофической. Реально нового в Unreal Tournament 3 критически мало. Несколько машин, свежие карты плюс доработанная графика. Единственное, что реально спасает Unreal Tournament 2007, это потрясающе отполированный геймплей. Наша общая оценка Unreal Tournament 3 — 5 баллов. Все-таки профессионалов отличает неспешность. К примеру, ребята из Valve заставили ждать нас второй эпизод Half'ы полтора года. Близзы мучают игровую общественную скринами и видео из StarCraft 2, но не спешат с выходом последнего. Epic Games подходит к этому по-своему, используя во все потенциал Unreal. Понятно, что тут могут быть совсем тривиальные причины, вроде маркетинга. Но для рядового геймера важнее качество финального релиза. В Unreal Tournament 3 эта планка была поднята очень высоко. А теперь наши ответы на ваши вопросы. Первый вопрос. Какой авто- и авиапарк присутствует в игре? Отвечаем. Тут вам и легкий джип-левиафан, вооруженный нехилой мощностью бластерами, и мощный паладин, защищенный от вражеских выстрелов крепкой энергетической броней. И Некрис Дарк Волкер. Ходячая машина смерти. Отвешает парад легкий скоростной мотоцикл Некрис Вайпер. Попаясь в него практически невозможно. Это идеальный выбор для разведки и дерзких рейдов. Следующий вопрос. Присутствует ли в игре сингл? Отвечая. Да, в игре было замечено некое подобие кампании. Но не лишним будет обратить внимание на тот факт, что выглядит она достаточно куца. Лучше всего знакомство с новой серией Unreal Tournament проходит на просторах сети в онлайн-сражениях. Впрочем, со времен своего основания серия всегда была ориентирована на мультиплеер. Следующий вопрос. Можно ли в игре использовать Rocket Jump? Отвечаем. Нет, здесь он не в чести. Его функции выполняют специальные платформы, выполненные в виде светящихся квадратов. Следующий вопрос. Что означают стрелочки на полу на некоторых картах? Отвечаем. Это своего рода оптимальный маршрут к флагу противника. Возлагать на этот путь больших надежд не стоит, ибо ваша живучесть в таком случае сойдет на ноль. Для достижения целей лучше выбирать нетривиальные решения. Прайзент Айкон 3 Локдаун. Как нас с вами уверяют разработчики, это полностью новая версия игры. И от предыдущих отличается как небо и земля. Дудки, не верьте им, практически все осталось без каких-либо изменений. Локаций столько же, выглядит все практически так же, а внесенные изменения практически не повлияли на результат. Смотрите и все поймете сами. У жанра экономических симов даже сегодня, в эпоху киберспорта и приставок третьего поколения, все равно есть поклонники. Причина такой популярности, скорее всего, кроется в человеческой природе. Каждый из нас хоть иногда мечтал стать богом, королем, президентом, главой корпорации или, ну на худой конец, директором восьмого склада. А что может быть приятней власти? Только накопление капитала. Многочисленные тайкуны дают игрокам сладкую возможность устроиться в кресле поудобнее и наблюдать, как клиенты несут в их копилку хрустящие купюры. Игра поступила в продажу 5 сентября 2007 года. Рекомендуемые системные требования. Процессор 1,5 ГГц, 1 ГБ оперативной памяти и 64 МБ видео, а также 1 ГБ на жестком диске. В большинстве экономических симуляторов принято обозначать реальность и события, которые в ней происходят. Это стандартная практика. В результате окружающий мир кипит, бурлит и скрится, да еще и успевает проинформировать игрока о множестве замечательных событий. Prison Tycoon — совсем другое дело. Это злая, потусторонняя игра, которая по атмосфере не уступает лучшим фильмам ужасов. Вдобавок к этому, постоянно бесят охранники своей тупостью, когда сбегают заключенные. Наша оценка геймплея — всего 1 балл. Графика в игре уже в третий раз не радует ни нас, ни вас. Качество текстур и их палитра запросто способны вызвать депрессию. Какое тут наслаждение от процесса, если полет от одного конца тюрьмы в другой превращается в самое настоящее мучение. 2 балла за внешние данные. На заднем фоне играет один и тот же мотивчик, который набивает оскомину уже на второй минуте игры. Палитра звуков очень скромна. Мало, преступно мало. Кроме того, невозможно понять, что обозначает половина из них и с какой точкой на экране они связаны. 2 балла за звук. Да, здесь неплохая задумка. Да, играть в принципе просто. Поэтому если вы начинающий фанат экономических симуляторов, то попробовать возможно стоит, но только в качестве разминки перед дальнейшими свершениями. Остальным же, честное слово, лучше не приближаться. Потому что наша общая оценка игры 2 балла. Что-то у разработчиков не вышло. Наверное, не с той ноги встали. А может быть, что-то протухшее съели. Как вы сами видели, игра не представляет из себя ровным счетом ничего. Однообразные пейзажи, ограниченное пространство, неадекватное поведение охранников и множество глюков. Все это не для слабонервных игроков. Если с нервами не все в порядке, за эту игру лучше даже не браться. А коли уже взялись, обязательно посмотрите наши ответы на ваши вопросы и советы по прохождению. Первый вопрос. Помогите, у меня проблема. У меня постоянно убегают заключенные. Охранники ничего не могут сделать. Помогите хоть вы. Помогаем. Убегающие заключенные — это основная проблема этой игры. И мы дадим вам пару советов. Если посмотреть на устройство тюрем в режиме карьеры, можно заметить, что они используют двойные ворота при входе в тюрьму. Однако такой способ не всегда работает. Вместо решения проблемы появляется новое. Заключенные не хотят проходить через вторую дверь, даже открытую. Плюс к этому последние входящие заключенные могут убежать, не заходя на территорию тюрьмы. Также не держите охранников около входа в тюрьму. Они автоматически открывают двери, и заключенные убегают. А догнать их охранники не могут. Пока что единственным действенным способом было строительство охранных башен по периметру. И не забывайте ставить постовых на эти башни и следить за тем, чтобы постоянно кто-то дежурил. Смотрите далее. Hellgate, Лондон. Лондон лежит в руинах. По улицам разгуливают ожившие мертвецы и доедают последних Шонов и Эшей. Такие последствия ощутил на себе британская корона после открытия порталов Ад. Бейнкиллер. Передозировка. 40 уникальных монстров. 6 видов магического оружия. Плюс свежая колодка карт Таро. Все это в приключениях свихнувшегося демона Беляла. Смотрите во второй части программы. Пейнткиллер Передозировка 40 уникальных монстров 6 видов магического оружия Плюс свежая колодка карт Таро Все это в приключениях свихнувшегося демона Белиала Хеллгейт Лондон Лондон лежит в руинах По улицам разгуливают ожившие мертвецы И доедают последних Шонов и Эшей Такие последствия ощутил на себе британская корона После открытия порталов Ад В армии борцов с нечистью прибыло В октябре появилось продолжение нашумевшей когда-то игры Пейнткиллер Выпустили ее под нехитром названием Пейнткиллер Передозировка С оригиналом ее роднит только название На деле же это совсем другой главный герой Другая опять-таки сюжетная линия И вроде как улучшенная графическая модель Посмотрим, так ли это Ведь обещания разработчиков часто расходятся с делами рук их Овердоз Как гласит официальный пресс-релиз приквел к грядущему сиквелу Только не пугайтесь Сюжет Пейнткиллер Овердоз связан с оригинальной игрой Правда на сей раз нам в подчинение выдадут не Даниэля Гарнера, а другого героя Белиал, хранитель порталов Наполовину демон, наполовину ангел Вырвался из магической тюрьмы, куда его заточил Люцифер Убитый в финале Пейнткиллер И теперь жаждет мести Приключение обещает стать длинным Оно состоит из 16 уровней Опасны Нас подстерегает 40 уникальных разновидностей монстров И кровавым в распоряжении Белиала 6 типов демонического оружия Плюс свежая колода карт Таро Системные требования к игре таковы Pentium 4, 2,4 ГГц 1 ГБ оперативки 256 МБ видео И 2,5 ГБ на винчестере Геймплей Пейнткиллера – его визитная карточка Он сродни монолиту и не меняется от серии к серии Новый герой так же кровожаден, как и его предок А значит нам, как и раньше, предлагается пробираться по уровням Орошая стены подземелий останками нерадивых монстров Время от времени, конечно, приходится отвлекаться на решение элементарных головоломок Но понимаешь, это не сразу Ведь респаун монстров весьма щедр Им можно минут 10 потратить на одну локацию Только и делая, что затыкая дыры следующими из всех щелей обитателями ада Играть весело и не в напряг 5 баллов за геймплей А вот графический пейнткиллер вырос И очень даже Использование новых технологий дало о себе знать Движок игры как нельзя лучше передает атмосферу предместий ада Все вокруг затянуто вполне реалистичным дымом Который время от времени рассеивается от манипуляций Белиала Со своим магическим арсеналом Его действие, кстати, тоже не оставляет равнодушным Это, конечно, не Хеллгейт Лондон, но прогресс серии налицо Пятерка за графическое оформление Звук это, наверное, последнее, на что обращают внимание при встрече с хай-тек шутером от первого лица Здесь принцип очень прост Погромче и пожестче Разработчики Пейнткиллер Овердоз Следуют этой установке беспрекословно Пятерку за звуковое сопровождение Получает Пейнткиллер Итак, Пейнткиллер, как принято говорить в игровой журналистике Крепкий средничок Ничего особенного, но, тем не менее, игра выполнена на уровне Она не войдет в пантеон шутеров, но увлечь вас на пару вечеров, оставив при этом благостное впечатление, вполне способна А если вам по душе беззаботный отстрел монстров в духе старой школы И вы способны не обращать внимания на скудный сюжет, то эта игра точно для вас Наша общая оценка игры — 5 баллов Ну что же, ничего принципиально нового в игре замечено не было Да, новые виды оружия, новые текстуры мертвецов А в остальном перед нами все та же игра Бездумная мочилова в кромешной темноте На высоких уровнях сложности вникать в перипетии сюжета не представляется возможным Просто не остается времени Однако почувствовать бешеный драйв игры можно только там Если вы хотите почувствовать по-настоящему игру, то без раздумий жмакайте Найтмэр А теперь смотрите другие наши советы и ответы на ваши вопросы Первый вопрос Что такое карты Таро и как их заполучить? Отвечаем! Таро — главная бонусная развлекушка, ставшая традицией в сериале Пейнт Киллер Их получение расширяет диапазон действий главного героя Это и замедление времени, и некое подобие гуад-демэдж, и много чего еще Принцип получения их остался все тот же В зависимости от карты, это либо прохождение уровня на скорость, или убийство определенного количества врагов Или совсем уж нетривиальные задания, как использование в качестве орудия убийства какой-то одной пушки из заплечного мешка беляла Следующий вопрос Я слышал, что Овердоз — совсем неофициальное продолжение Пейнт Киллер, так ли это? Отвечаем! В самом деле изначально Овердоз вышел из-под пера чешских энтузиастов и фанатов серии Но Джо Вуд и Эпик Геймс настолько приглянулась их идея, что они без тени сомнений взяли Овердоз под свое крыло Так что заверяем вас этот полноценный приквел Следующий вопрос Как обстоят дела Овердоз с мультиплеером? Отвечаем! Он присутствует, но не претендует на ключевую позицию в игре На выбор стандартный пакет сетевых разбекушек Совместное прохождение, учитывая стойбные сюжетные линии, само собой отсутствует Лондон будущего Какой он? Цветущая и прогрессивная столица Великобритании? Центр мировой культуры? У компании Flagship на этот счет своя теория Где-то через 20-25 лет в Лондоне откроются врата ада Из которых хлынет целая орда нечисти Демоны, зомби, призраки, горгульи и прочий сатанинский зоопарк Вся эта рать довольно быстро разрушит знаменитый мегаполис Попутно уничтожив большинство его обитателей Оставшимся в живых придется бежать в лондонский метрополитен Последний оплот человечества Туда же на борьбу со злом отправляется и герой игры Hellgate London Начиная работу над Hellgate London Представители Flagship не скрывали, что собираются, если не повторить успех То хотя бы покупаться в лучах славы основателя жанра Diablo Для верности, разработчики решили прикрутить к игре вид от первого и третьего лица А также раза в три увеличить количество нечисти на один квадратный метр игробового пространства Характерная цветовая гамма делает игру похожей на пейнкиллер Но лишь до тех пор, пока руки не доходят до мышки и клавиатуры И тут обнаруживается, что меткость Hellgate London ни на что не влияет Как и в любой другой ролевой игре, здесь совершенно не имеет значения, куда вы попали В лоб или в пятку Главное, что попали Мышка тут в некотором роде даже не нужна Наводить прицел и переключаться между противниками можно автоматически нажатием клавиши Tab Размер нанесенных повреждений зависит исключительно от традиционных ролевых характеристик Сила, воля и выносливость Системные требования к игре таковы Процессор с частотой 2,4 ГГц Гигабайт оперативный и 256 МБ видеопамяти На жестком диске Hellgate London займет 6,5 ГБ Если оставить за скобками пресловутую трехмерность и закос под шутер Hellgate London выглядит, играется и тем более позиционируется как современный Диабло Клик-клик-клик, кто на новенького? Клик-клик-клик, уноси готовенького Трупы тщательно обыскиваются на предмет оружия и ценных вещей Которые потом загоняются торговцам, обитающимся в том же метро Заботиться об амуниции не придется Она здесь отсутствует как класс Одним словом, ничего нового помимо вида от первого лица Hellgate London в жанр не привнес Да и шутер получился так себе Тройка за геймплей Из-за затянувшейся разработки игра безусловно устарела Причем не так, как, скажем, Сталкер А гораздо сильнее Спецэффекты и детализация моделей Все это находится на уровне 2005 года Тройка за внешний вид Звук в игре также никаких теплых чувств не вызывает Оружие издает совершенно неприличный консольный Тю-тю Монстры все больше молчат А на уровнях ни скрипа, ни вздоха Похоже, Лондон казалось не только разрушен, но еще и заморожен Двойка за звук Идея сделать РПГ от спидом от первого лица, конечно, неплохая Но, как показывает Hellgate London, надоедает это довольно быстро У разработчиков не получилось создать ни хороший шутер, ни хорошую ролевую игру Тройку получает сегодня Hellgate London Ну и конечно же, Диабло Клон не может обойтись без еще одной важной вещи Многопользовательского режима Он, как известно, гарантирует игре долгую жизнь И позволяет выпускать аддоны в промышленных количествах Флагшип Студиос, как и положено их с Близзардом, придерживаются того же мнения А акцент в сетевой игре будет сделан не на междоусобице А на совместное выполнение квестов Станции метро играют ту же роль, что и города в Диабло 2 Это такая зона, где можно отдохнуть, подлечиться, продать награбленное честным трудом, купить новый образец меча-кладенца и поискать кидал напарников Более подробная информация о игре Hellgate London прямо сейчас Ваши вопросы, наши ответы Вопрос Как обстоят дела с оружием и какой вариант оптимален? Ответ Оружие бывает одно и двуручное Комбинировать его можно как душе угодно Особенно удобно считание пистолет плюс гарпун и меч плюс гарпун Гарпуном притягиваешь врагов к себе, а вторым орудием убийства добиваешь несчастного Вопрос Помогите убить огромного монстра? Он передвигается быстрее меня и все время убивает Ответ Убегать от него бесполезно Направляйтесь к разрушенному городу и прячьтесь там Громила не сможет пролезть в узкий проход А о разрушаемом окружении разработчики Hellgate London не слышали Так что монстр застрянет и вы без труда его расстреляете Вопрос Можно ли будет создать уникальное оружие? Ответ Базовых типов оружия несколько десятков На основе этих образцов в дальнейшем вы сможете сготавливать более мощные стволы И со своими особенностями Механика безо всяких затеек позаимствована из Diablo 2 У каждого оружия есть слоты под так называемые моды Благодаря им повышаются характеристики У пистолета слот всего один В винтовке их пять На сегодня это все Меня зовут Андрей Воробей Это был Фак И тот кто нас не смотрит Тот редиска Присылайте мне свои вопросы на адрес faqsobaka.musdifistv.ru Мы обязательно все посмотрим И ответим на ваши письма А если я вам не ответил Заходите в форум на нашем сайте musdifistv.ru И отругайте меня там Счастливо! Субтитры сделал DimaTorzok